В прошлой серии на моих глазах завалили клыка, который рассказывал важную информацию Хандрея Саньку. Также он поведал о том, что в зоне действительно действует натовский отряд. Далее я вернулся к журналисту, чтобы рассказать ему об этом и узнать проход к центру зоны. Тот посоветовал обратиться к леснику, самому опытному жителю зоны. Ваши лайки греют мне душу. Спасибо и приятного просмотра. Вот он лесник, сидит скучает. Поделишься секретом? Ну может и поделюсь, ежели не шибко секретный этот секрет. Слушай, дед, каким же таким макаром ты навострился-то с починкой так лихо всё обстряпывать? Руки растут не из задницы. Вот он навострился. Чего тут гадать-то? Я уж перепугался. Чего это ты такого сейчас заведовать будешь? Но здесь же всё набито электроникой. Микросхемы, разные полимеры. Ты мозги меня не запудривай. Коли кто чего собрал, то другой завсегда разобрать обратно может. Разобрать и осмотреться, как до чего обустроено. Ну а потом, туда-сюда, повертишь, эдаке наладится всё. Опять же, если руки из правильного места растут. Если ты вот розетку раскурочишь, тебя током шваркнет, то и ты в раз научишься. Хотя, случались и казусы. Чего утаивать? Помнится, я как-то сообразил одному сталкеру одёжку. Ну такую, с рессорами что ли. Чего-то они там уравновешивали. Ну а потом, ну а потом с места двинуться не мог. Бывает. Перекрутил слегка что-то с этими рессорами. Ну да ты не боись. Видали мы и похитрее твоих розеток. Починим всё, что принесёшь. Ну в общем-то понятно. Я-то думал это сюжетный диалог, а это не сюжетный. Так чисто поболтать. Кто ты? Тут он рассказывает стандартную историю, я думаю все её знают. Он был лесничим в этом лесу до аварии, а потом после аварии тут и остался. Как пройти на станцию? Как-как? Сначала на барьерде, потом через выжигатель. За выжигателем припить будет, а там и до станции рукой подать. Правда на барьере сейчас неспокойно. Военные из последних сил сдерживают натиски монолита. Зомбированных и мутантов. Ах да, чуть не забыл. Ещё никто не возвращался из-за выжигателя. Ну, кроме монолитовцев, конечно. Ну, есть же и другие дороги, не так ли? Мне очень надо попасть туда. И одна группа сталкеров уже сходила туда. Результат? Большой выброс. Если так и дальше будет продолжаться, то... Ты не такой, как все. Зона метку на тебе оставила. А вот к добру это или к воду? Не скажу, не знаю. Сейчас всё уже не так, как прежде было. Зону трясёт. И ты ей нужен зачем-то. Эх, хоть и не уверен я, что правильно делаю, но тебе помогу. Можно ещё на станцию попасть с другой стороны, если пройти через Лиманск. Вот только в Лиманск дорога одна. Это мост поднятый. Мост-то что? Мост подняли. Ещё долго со свободой. Сразу после большого выброса. Но недавно сталкеры одни как-то попали в Лиманск. Они оттуда ещё на связь выходили. Значит, есть и третий вариант. Ты знаешь, как попасть на другой берег? Шрам, если будешь неподалёку, загляни на армейские склады, очередной дельце наклёвывается Хог. В общем, лесник мне рассказал там стандартную из ТЧ историю. Попробуй сходить на армейские склады и там на хуторе, что ближе к лесу, сталкеры из той группы. У них там что-то типа перевалочного пункта. Может, там разузнаешь. Но это сталкеры, запертые в пространственной аномалии. Леши и его группа. Хорошо, обратно на армейские склады. Поговори с Хогом, с наёмником. Переход у нас вот тут вроде как, да. Ну что ж, лесник, спасибо за встречу. И, в принципе, пока. Лежи покойников. А значит, надо осмотреть, что и как. Женька Кучер. Необычайная опасность. Опять папка с какими-то секретными документами. О, какой. Тут такие прям очень серьёзные ребята сидят. Даже пулемётный патрон откладывает. Но мне не надо. Так, проводник имеется? Конечно, имеется. Залез. Куда он? А, нет, это не проводник. В смысле, а где он? С той стороны, что ли? Да. Отвезти куда можешь? Да много куда. Вот только на армейские склады не везёт. Поэтому придётся пешочками идти. И тут тоже куча патронов 279. Найду пулемёт. Да в патроны это не проблема. Ещё там 2000, помним, лежало. А так, конечно, походил бы с пулемётом прокачанным. Ну ты не порычи тут ещё, зараза. Какие-то там звуки стрельбы. Ну я иду к Хогу. А, тут какие-то эти, опять зомби непонятные. Возле которых мухи летают. Чумной он, что ли, или какой? Так. Шрам. Стало быть ещё живой. Раз ответил на моё сообщение. Живой, живее некуда. Ты сказал, дело есть. Только учти, сейчас я контракты не беру. Мы здесь сидим не просто так, а охраняем сталкеров на дальнем хуторе. Ребята хорошие. Они там артефакты ищут разные. Аномалии изучают, дезамеры всякие делают. Главный их леший. Так вот, не... Главный их леший. Так вот, неделю назад он ушёл с отрядом куда-то к выжигателю. И заблудились они. Как это заблудились? Понимаешь? Мы ловим обрывки радиосообщения от них. Но фиг чё разберёшь. Одно ясно. Они попали в какую-то ловушку. Потому как из трёх сотен выбраться не могут. То ли какая новая нечисть в зоне появилась. Что делать, пока не совсем понятно. На краю хутора есть высокая водонапорная башня. Думали, там приём будет более чёткий. Уже почти поднялись наверх, как тварь какая-то появилась. В общем, давай сделаем так. Я тебе шрам доверяю. Не раз с тобой работали вместе. Поэтому предлагаю выдвигаться прямо сейчас к водонапорной башне. Мы будем прикрывать тебя снизу, а ты пока передашь им координаты. Ну что ж, раз прикроете, то двинули. Ого, в оригинале никто со мной не двигал. А я один шёл. Ну хорошо, пойдём. Только боюсь, кровососы их порвут. Всё же надо было поспать до утра. Отбиться-то мы, может, и отбились. Но что мне делать с моим количеством здоровья? Это вообще не вариант. Тут есть покойники. Буду надеяться, что у кого-то из них ничего нет. Да ты серьёзно, что ли? Ты откуда вылез, чучело? Посмотри, одного замочили, ещё один появился. Ну тут ладно, тут всего на всё. Документы были. Да, есть аптечка. Причём довольно дёшево, 880 рублей. Так дёшево мне ещё никто не продавал. Но они и друзья с другой стороны. Значит, тут она вышка. Надо лезть туда наверх. Ой, а тут кровосос. А чё он меня не видит-то? Слышишь ты? А, всё равно. Нормально, я его пару раз ножом тыкнул. До свидания. Всё, лезу. Выпал меня на принятие радиосообщения. Поговорить с тесняком новое задание. К сожалению, таки кого-то съели из наших. Ну ладно. То был Валера Доктор. Случайно, у него я купил аптечку? Я помню, что был типок в Севе. Ну нет, у Севе есть ещё один. В общем-то, всё. А чё, не хочешь мне ничего сказать? Где вообще Хок? Вот он Хок. Вытащил наших, пока нет. Понятно, тут ничего. Ну значит, смотри. Обратно к леснику. Ну да. Тут есть, конечно, два покойника. А вы чё агритесь? Господи, на этих кровососов опять. Тут, значит, покой на свободу избыл. И наёмник Шараам? Не понял. В смысле, а почему у моего главного героя сейчас вообще не срабатывает вопрос? Типа, значит, созрел вопрос. А что произошло? Всё, успокоились. А чё они пожелтели-то для меня? Я только сейчас заметил. Может, я по кому-то попал? Короче, я нашёл свой же труп. Спускаемся вниз. Я с освободы всё поднял. Тайник, и тайник оказался прямо тут. Это просто куча жратвы. Вспоминаю фотографа сразу, в котором тоже было тайники с одной лишь только жратвой. В основном своём. Ящик с динамитом, что ли? Мне не надо. Я поймал сообщение наёмников на военных складах. Похоже, во время большого выброса они попали в какую-то странную аномалию. Говорят, не могут найти выход. Всё время приходят в одно и то же место. Сообщили свои координаты. Ну, далее опять стандартный диалог из ЧН. Тайник за 4800. Но я уже не буду проверять. Там опять ничего такого не будет. Хотя знаешь... Да не-не. Так, ладно, всё понятно. Опа, долг уже куда-то двинулся. Казарма в шахте. А мне как раз надо в казарму в шахте, чтобы получить компас. Ну и пойдём. Вместе будет веселее. Вот только всё-таки я бы поспал, потому что темно. Спим. А, понятно, энергетики. О, какой с пулемётом-то, прикинь. Идут ничего не бояться. Ну и правильно. Вроде как всё. И, кстати, по-хорошему мне бы стоило пушку же заменить, правильно? Новая серия. Новая пушка. Надо хотя бы стараться придерживаться этого. Появился торговец, который продаёт кучу всего, но у него нет денег. И он ничего не покупает из этого оружия. С собой я тоже таскать не хочу. Вот так и получается. Ну а мне компас надо. Теперь возвращаем компас леснику. Тут он другие характеристики даёт. У нас ведь, конечно, осталось всего плюс один, но... Мда. Думаю, что если вниз залезть, то тоже можно что-нибудь найти интересное для себя. Но желание особо не испытываю. Я достал артефакт. Потерян компас. Паучин каменный цветок. А тут такой бак, наверное... Что так? Бак оставили? Серьёзно оставили бак. С каменными цветками. Вместо винторезов. Но бак оставили. Я, конечно, не буду злоупотреблять этим баком, поэтому я его пропускаю. Вот. Идти на базу военных. Так, ну пойдё... Ой. Это откуда у тебя лесник? Даже один прямо на столе, смотри. О-о-о-о! Даже в кладовке один. Слушай, мне надо. Лесник, можно взять хоть один? Ё-моё. Какая красота. Тут такой естественный источник освещения получается. Но мне надо идти на базу военных. Подняться на вышку. Скорее всего, воевать с ними не придётся, потому что они нейтралы. Но там же видно будет на месте. Новое задание почему-то поговорить с наёмниками. Шрам, долго ж тебя не было. А наши ребята сидят в аномалии уже который день. У них шамовка на исходе. Выяснил, как их можно оттуда вытащить? Да, теперь знаю. Лесник дал мне координаты выхода, которые помогут вашим ребятам выбраться из пространственного пузыря. Нужен только мощный передатчик, чтобы добивал до отряда. Передать координаты. На военной базе точно есть такой передатчик. Что ж, воевать с ними смысла сейчас нет. Надо отстегнуть им. Но это уже наша забота. Спасибо тебе, Шрам. Что планируешь дальше делать? Лесник сказал, что они должны будут выйти со стороны Лиманска и опустить мост. А мне как раз надо на ту сторону. Так что я выдвигаюсь в рыжий лес. Ну, даст бог, свидимся ещё. Ага. А, ну и просто как бы всё. И мне не придётся идти к военным. Ясно, это будет стандартный штурм Лиманска. Но что мне делать? У меня ни патронов, ни оружия. Я хотел себе новый ствол какой-нибудь. Стой, куда я свой автомат делал? Понятно, я его случайно выкинул. А почему в эту сторону стрельба идёт? Не пойму, там какие-то красные что ли, ребята? Да нет. Просто он так заскриптован. Или такая полоса препятствий. Пройди, если выживешь тогда. А сейчас перестал стрелять. Не, стреляет, всё, ладно, понятно. Ещё покойничек с флешкой. Ага, дополнительная защита для Севы. И чё, я так вот просто могу пройти? Никого, каких вопросов ко мне нет? Ну, видимо, нет. Тут у нас есть Суслопаров Сержант, который может улучшать и прокачивать. Ну и чинить, конечно. А на втором этаже хотят, подожди, склад. О, нормально у вас тут. Есть для меня что-то? Вот она, мои награды. А на продажу у него, ну, пулемёт есть за 70 тысяч. Мне снайпа, конечно, нужна. А никакой не пулемёт. Ну и аптечки тоже бы не помешали. Да и вообще, как бы я могу взять и ему же продать сразу баканы эти? Ну да. Ну и сверху у нас есть кто-то ещё. Либо это главный, либо какой-то проводник. Не разберу. Значок. Ну это, скорее всего, место глава. Генерал. Ну и всё. И генерал просто генерал. Никаких у него нет ни заданий, ни уникальных диалогов. По крайней мере, пока. Разве что можно там что-то купить. И у него 500 тысяч при себе имеется. 560. На которые, видимо, можно наторговать. Ладно. В общем, либо снайпу искать. Либо, я не знаю, возвращаться и забирать свой ствол, который я оставил в шахте. Вот только хватит ли мне столько патронов. Вопрос большой. Да и выкинуть опять же надо что-то. Не знаю, какие-то руки полтергейста, ноги снорков. Вот так. Более-менее нормально. Я, наконец-то, добрался до рыжего леса. Еле-еле иду на перегрузе. Но на выходе мне удалось найти новый АКМ у военного. Я тогда не вёл запись, потому что не хотел записывать, как я просто иду. Что-то там брожу. Поэтому вы этого не увидите. Так, а вот здесь автоматы, которые я выкинул. Они просто исчезли. А, соответственно, с ними и исчез мой ствол. Но это ладно. Я же хотел себе найти новый ствол. Вот новый ствол. АКМ. Именно с ними я сейчас буду штурмовать мост в Лиманск. К нему надо будет закупить маленько патронов. А такие как раз есть. Вот 300. Да, давай все 420. 61 килограмм. Я на перегрузе. Придётся что-то... А ничего не будем продавать. Просто выкинем. Она же не прокачана, эта пушка. Правильно? Все патроны к ней тоже. Не понял. Подожди. Он умер из-за того, что я в него выкидывал предметы? Ладно, тогда я, может, этого со снайперкой смогу замочить. А ну-ка. Не, на этот раз этому всё равно абсолютно. Не, ну, конечно, это всё выглядело максимально странно. Он умер от того, что я в него кинул патроны. О, они что уходят, что ли? Ты что костёр-то потушил, а? Ну, не, всё, ему всё равно. Просто, да, хотелось бы с СВД, конечно. Новый торговец сейчас на его место сядет. Слышь, дед. О-о-о-о. Это какой-то уголок обжимания, что ли? Лысый богатырь, грузчик, абитуриент. Это, по-моему, он, да. Ставь лайк, если у тебя есть друг, лысый богатырь, грузчик, абитуриент. Ладно. Идём к мосту. 400 патронов. Без снайперки. Без всего. Чисто вот с этим АКМ. Пошёл процесс. Занятие огневой позиции. Тут нет случайной снайпы. Нет, ничего такого. Снайпера, не знаю, надеюсь, получится снимать. У меня ещё достают оттуда? Да, достают нормально всё. То есть снайперов снимать у меня получится. Леший идёт, а бандитов пока не видно. С серьёзными пушками там стоят. А, ну и всё. Он забрался за пульт управления. Ну и по идее должны пойти бандосики, правда? Всё, мост пошёл в движение. А никого и нет. Да и тут-то самое должно было быть ещё одни чисто не быть. За этим металлическим листом, но никого нет. Неужели мы просто спокойно спустим и всё? Да, походу именно так. Давай хоть разглядим, что он там делает. А он кнопку держит, чтобы мост опускался. Почему-то её обязательно надо держать, не понимаю почему. Тут всё целится. Ну и всё, скукота. Эээ. Это какое-то групповое трение мужиков друг об друга. Интересно, Ютуб даст мне за это бан? Ну давайте, буду шестым. Ладно, надо как-то аккуратно перейти в эту сторону. О, и они все сразу заработали. Вы как это сделали-то? Ну, здорово, мужики. С кем поговорить надо? У них между собой диалог должен быть сначала. Да всё, всё, успокойтесь. Колобок. Спрашиваем про остальное. Не интересует. Далее Лебедев. Ну-ка, дед, скажи мне, что-нибудь. Как он вообще ствол держит, не пойму. О-о-о, встретились два дурака. Чё ж сегодня все макуют, то не пойму. Мост опущен. Дорога на Лиманс свободна. А, так вы там всей толпой мост опускали, понятно. А если я пройду по опущенному мосту, то тогда я... Страшно продолжать мысль. Ещё не конец, личная заметка. Ну и я могу возвращаться за наградой. 50 тысяч и шрам. Какой шрам? Неужто мой винторез снял вот на досуге какие-то документы с одного погибшего? А, ну вот этому документы можно... Слушай, мне кажется, эти документы мне нигде не понадобятся, поэтому пусть он всё забирает. Ну и всё. А мне теперь куда? Разведать дорогу через Лиманск, но всё-таки сначала я бы сходил на болото. Только вот непонятно, каким образом проводников тут нет. Даже не знаю, придётся переходить куда-то на другую локацию. Я прибыл на базу чистого неба через проводника со свалки. И теперь направляюсь за свои награды в размере 50 тысяч рублей. А там, может, и броню уже какую-то себе получше прикупим. Есть что-то для меня? Есть. 500 тысяч и шрам. Что ж такое шрам? Ваше предположение? Ну, а это у нас винторез. С шикарным уроном, со всеми делами. Я даже с этого толком не успел пострелять. А у меня уже вот такое чудо. Вместо него, в принципе, больше ничего не надо. Чисто вот 939 бы найти. Причём тут иконка с прицелом, а тут прицела уже нет. А если я отсоединю прицел отсюда, то он исчез. Подожди, в смысле? Вот он, присоединись, нажал. Тут тоже прицел нормально. Хорошо, ладно. Я бы поторговал и прикупил себе костюм, но у них нет классного костюма, который ЧН-3А. У них есть только ЧН-1, ЧН-2, а вот ЧН-3А нет. Хотя этот костюм хорош. Я не хочу 10 раз перезагружаться, чтобы там выцепить броню в продаже. Вот я ему отдаю ещё все флешки, плюс ко всему. Потому что, опять-таки, зачем их с собой таскать? Только время тяну. Да тем более, он отсюда точно никуда не денется. Итого у меня 186 тысяч. Я могу подчинить броньку. Пентерис, к сожалению, не качается. Ну и броньку тоже, в принципе, можно, наверное, прокачать. Защита от пуль? Да нет, какая защита от пуль? Я думаю, что всё-таки лучше плюс вес делать. Термоэлектрозащита плюс 38. Смотрим. А, тут нет электро. Но, тем не менее, термо маленько подросло. Термоэлектро опять плюс 38. Радио плюс 38. Далее у нас открывается плюс 15 килограмм. Радио хим плюс 38. Стой, а что я сейчас делаю? Я же сохранился перед этим. Я же могу севу выкупить. Есть редкие товары. Ну и, конечно, у него не будет севы. Именно в этот момент. Ну а как же? Не, ну в принципе, тут есть научный комбинезон наёмника. В принципе, чем тебе не село? 147 тысяч. Смотрим. Тем более, что я как бы наёмник, да? Пулестойка такая же. Все остальные характеристики повкуснее. Так ещё и защита от псевоздействия. Поэтому одеваем. Сразу же разблокировано два слота под артефакты. И тоже можно сделать прокачку. Так ещё и все контейнеры под артефакты разблокировать, судя по всему. Опять, либо на килограммы, либо на защиту. Ну килограммы это килограммы от пуль. Да, тут действительно очень слабая защита. Всего 15%. Но я уже не думаю, что она мне особо понадобится. Хотя... Всё же давай аномальную защиту. Опять-таки плюс килограммы. Ну и всё, прокачку сделал. Вот только денег теперь недостаточно. Да и прокачка не финальная. Однако уже, смотри, 93, 87. Неплохо так. Ну, PD вносливость должна кончаться меньше. Так как килограмм могу переносить больше. Но походу тут такой же порог, как и в ТЧ. Хоть у тебя будет там 100 килограмм вместимость. Но всё равно там больше 60. И по-моему, уже начинает кончаться. Так, ну и я что? Я продаю, пожалуй, вот эти всякие пистолеты. Автоматы. К сожалению, придётся этот автомат продать. Потому что зачем он мне, если у меня есть винторез? Ну и далее я бы ещё контейнеры вкачнул. Окончательно уже. Всё, все контейнеры открыты. Супер. Сюда мы ставим однозначно каменный цветок. Который тут почему-то выводит радиацию. Вот это вообще зачем было делать? Артефакты оставляют те же самые, как и в оригинале. Но менять им характеристики. Ну, причём вы скажете, да, чё? Ну тут каменный цветок раньше что давал, по-моему? А я даже не помню, что он в ЧН давал. Ладно, может я поехал кукухой, и всё так и было. Ну, минус 4 радиации. Можем поставить вот эту. А, так у нас есть колобок на минус 6 радиации. Итого у нас сейчас минус 10 радиации. Арт на электрошок плюс 6. Плюс 20 килограмм есть грави. Итого сейчас плюс 6 радиации. Я ещё могу потенциально поставить арт какой-нибудь полезный. Это либо на химожог, на ожог. Всевоздействие. Да, я думаю, что из этого, в принципе, химожог можно поставить. То есть пузырь. Пусть будет. Всё, отлично. Остальное продаю. Вот эти части мутантов. Зачем с собой таскаю? Всю игру уже практически таскаю. Никуда не деваю. Артефакты, да, тоже давай забирай. 40 тысяч дополнительно. 939 бы закупить. А куда я их делал-то? Я их все выкидывал вроде. Финальная прокачка пси-защиты. Которая не очень-то и нужна, если честно. Но с 12 до 51 пусть будет. Ну и всё. Я теперь такой нормальный парень раскачанный. Мне нужна игропром база долга. Потому что там я могу 939 накупить. И, возможно, продать вот эти свои 400 патронов. 7,6,2. СВД-шка всего 22 тысячи. Да, патроны покупают. Это на 3300 он хотя бы перехода купил. Да и деньги мне уже, я думаю, не очень-то и нужны. Покупаем для винтаря патроны. Знаете, не очень понимаю. Три вида патронов на винтарез. А, собственно говоря, чем отличаются? Ну, понятно, вот обычный. Вот вообще, конечно, интересно было бы сравнить. За скольки попадания убивают. Обычные, бронебойные. Вот такой, знаешь, детальный анализ провести. Потому что я как-то играю, я не вижу разницы. Что с какими я убиваю, что бронебойными. Я, наверное, бронебойные тогда куплю. Чего мелочиться. И снайперские до кучи. Вот столько патронов. А, у меня денег не хватает. Вот так вот нормально. Броню, конечно, свободовскую они не купят. Это было бы очень странно. Представляешь, свободовскую броню долговцы покупают. Ну и тогда выкидываем. Отсюда. Тут у нас, во-первых, награда есть. Но это уже ладно. И отсюда нам прыгнуть. Или думайте прыгнуть. Чтобы хотя бы задание не отмечалось. Куда можешь отвезти? В лагерь сталкеров пойдем. Так он еще и на болоту может отвезти. Но на болоту. Есть что для меня? 600 рублей. Все. Отсюда. Теперь. В рыжий лес по-хорошему. Ну и с рыжего леса, понятно, уже в Лиманск. Вот только чувствую, что в рыжий лес меня никто не кинет. Тут как бы есть проводник. Да, рыжий лес в лагерь у Капера. Слушай, ну пошли. Переместился в лагерь у Капера. И вот этот проводник случайно не кинет там куда-нибудь к мосту сразу. Нет, он вообще никуда не отводит. Тут вообще куча снайперских. Уже 141 патрон. Интересно, остался ли тут квест на калаш, который стреляет снайперскими патронами. Я помню, я пытался проходить игру с этим автоматом. Ну и там, понятное дело, сразу оружием докачался. Дошел до кордона, выполнял задания. И он, конечно, хорошо дамажит. Все так, всякое такое. Но его нельзя прокачать. И на него не ставится оптика. Это большой минус, конечно. Потому что в этой игре оптика нужна. Ну а так, поиграть неплохо. Мужики, я пошел. И я в Лиманске. Будут тут эти бандиты? Оп, да нет. А, это Хандра и Санек, что ли? Похоже на то. Возьми это оружие. А, понятно. Они типа как напарники. И теперь с ними можно это. Возьми, обсудим план действий. Выдвигаемся, да, иди за мной. И вот этого тоже надо, да, так? Ну да. Ну что, идем? Идем, но они будут обузы для меня. Это 100%. Придется много раз перезагружаться и всякое такое. Так, бандиты тут есть? Вроде нет. Давай обойдем тут тайничок. В Лиманске-то, я думаю, уже вкусные тайники будут. Ну и ящики всякие, конечно, тоже будем разбивать. Бинт. Ну, на том спасибо. Итак, тайник в бревне. В бревне... 9 хвостов псевдособаки. В Лиманске. Не, вообще, наверное, тут интересные, в принципе, тайники есть. Но их очень мало. В основном это, опять-таки, жрачка, не жрачка. Но нам-то что надо? Просто добраться до перехода. Разведать дорогу через Лиманск. Ух ты, блин, напугал меня. О, понятно. Сейчас куча зомби будет выходить. Мужики, стреляй его. Красавцы, у них он и дробь, и автомат. Конечно, неплохо было бы одному там дать пулемет второму. Тоже пулемет. Да, и тогда было бы все хорошо. Хорошо. Аптечка. Я сюда пришел, чтобы посмотреть, есть ли тут бульдог. Потому что килограммы теперь позволяют мне таскать. Ну да, знаешь, под конец игры. Под конец игры себе и килограммы увеличил, и вот это все раздал. Вы, наверное, там все бомбили. Типа, продай ты уже эти КПК. Ладно, я хотя бы прошел. А я, блин, не убирал их. Но теперь все хорошо. Итак, бульдог на месте. Заряды к нему тоже. Ну вот против мутантов хорошо будет. Опа, бюреры. Готов. А тут у нас какие-то покойные наемники. Подберу пока их пушки, чтобы были. А бюрер тут был не один. И не два их даже. Мужики, стреляйте. Готов. И вон еще... Да их еще... Да тут в смысле? Тут какой-то город карликов, что ли? Такое большое количество их бегает. Мужик, ты только живи. Ни Санька, ни Хандру потерять нельзя. Разобрались. Да что-то как-то тухленько тут. Мне даже кажется, в оригинале как-то было получше. И изначально, когда я начинал в этот мод играть, я думал, тут вообще куда глобальные изменения. А тут по сути-то рельсы остались те же самые, что и в оригинальной игре. Но вагон изменился. По факту ты по тем же рельсам едешь. Ну ладно, такой мод. РГ заряжен? Нет, не заряжен. Значит, это сделаю я. Ну и давай вообще постреляем с РГ, а то что это, он у меня есть. А я им не пользуюсь. Так, тут у нас вот кто. Давай, пробуем. Разлетелись. Хотя там, конечно, он еще стоит. И там вдалеке псевдогиганта я вижу. О, сейчас пойдет реальная пьянка. Я вот думаю, второму моему с ружьем который дать все-таки G36? Или вообще... Не, ну такой я его не дам, он больной. Он будет меня ранить. Вот может ему дать жижку? Жижка неплохая. Или все-таки с ружьем-то поколоритнее будет. Ладно, иди сюда, псевдогик. А я вообще не пойму, куда он делся. Вроде куда я сюда заходил, неужели он? Как-то прошел в дом, но палки целые. Че, дурак? Ну вот и все. Дышим глубже. Лапку заберу его. Которая похожа не на лапу, она... Не знаю что. Мужики, я надеюсь вы там пройдете, не потеряетесь. Это че было? Это все кошки? Похоже на то. Нейтрализованы. Так, а тут как проходить? Я не очень помню. Вроде просто лавируется между ними. А мужики-то че? А мужики напрями, кем ничего не страшно. А вот тут как они пройдут? Ребята? Ай, и все, встали. Ой, опять началось. Не, они-то обойдут автобус. Это понятно. А вот контролер, который здесь где-то спрятался, мне может доставить массу проблем и неприятностей. Зараза, ты где выходи? О, излом. Ну сейчас походу пойдет мясо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok